Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео мы познакомимся с новым устройством. Это у нас индустриальный эндоскоп модель C30, который я прикупил на Алиэкспресс. Обошелся он мне приблизительно в 19 долларов. Но если вы будете покупать с помощью мобильного приложения Алиэкспресс и воспользуетесь скидочными купонами, то, думаю, сможете купить данное устройство даже немного дешевле, чем я. Что ж, продолжим. Наше устройство приезжает вот в такой картонной коробочке. У меня она слегка помята, но ничего страшного, устройство в порядке. В комплектации вы получаете само устройство, которое упаковано в такой защитный кулёчек. В наборе у нас идёт набор насадок в количестве трёх штук. У нас есть инструкция на шести языках, что тоже полезно. Рекомендую всем читать инструкции. Иногда полезную информацию в конкретном устройстве можно получить именно из инструкции. Также у нас в комплекте идёт шнур для зарядки. У нас классический шнур Type-C USB. Вот, тоже удобно. Распаковали, подключили, зарядили, можно работать. Это удобно, хорошо. Давайте пока в сторону отложим. И перейдём непосредственно к нашему устройству. Итак, вот так выглядит наш эндоскоп. У нас имеется сам видеощуп. Длина моего видеозонда около метра. Но бывает длина и 1-5 метров до 10 метров. Поэтому при покупке сможете себе подобрать ту длину, которая нужна под ваши нужды. Вот. Ну, соответственно, цена будет тоже немножко отличаться в сторону увеличения. Ну, вот этот шнур был, он такой довольно жёсткий, да. Был смотан с такими липучками. Я уже их размотал, да, чтобы не терять время. Само устройство вот так вот оно выглядит. Значит, здесь у нас экран. Здесь у нас кнопки управления. Ну, выход из зонда. С обратной стороны давайте посмотрим на надписи. Продукт модель C30. Зарядное напряжение. Постоянный ток 5 вольт. Камера температуры от 0 до 80 градусов. Не более 12 вольт. Мощность питания, да, если я правильно перевёл. Ну, и предупреждение, что использовать в медицинских целях нельзя. Далее по качеству сборки самого корпуса. Это корпус прочный, хороший, прочный, твёрдый пластик. Где-то он такой матовый, тут и глянцевый. Ну, в принципе, по сборке никаких нареканий нету. Собрано всё аккуратно. Ничего не люптит, не скрипит. Всё классно. В руке лежит хорошо, удобно. То есть, всё в пределах доступа, управления нашим устройством. Это утолщение. Хорошо, удобно ложиться в руку. В этом плане всё отлично. Так, что у нас показать ещё. Вот у нас здесь есть отсек. Он закрывается резиненной закладкой. И давайте... Откроем и посмотрим. У нас здесь имеется, значит, Соответственно, кнопка сброса до заводских настройок, я так понимаю, Reset. И USB-разъём Type-C для того, чтобы можно было устройство зарядить. Ещё есть какое-то технологическое, не знаю, отверстие. Но его назначение, к сожалению, выяснить мне не удалось. Да, ну вот, я его обнаружил. Если вдруг будете знать, что, для чего оно предназначено, напишите в комментариях. Давайте закроем. Так, есть. Так, давайте включим. Так, для того, чтобы устройство включилось, нужно не просто нажать, а нажать с задержкой. И видим у нас экран. Экран у нас 4,3 дюйма. У нас здесь IPS-матрица. Разрешение 1080 единиц. Ну, то есть Full HD, да. Так. Что у нас имеется? Ну, экран. Не знаю, давайте какую-нибудь возьмём для эксперимента поверхность устройства. Так, ну, такие эндоскопы используются для того, ну, при ремонте автомобилей, особенно это касается двигателей, там, обследованию цилиндров, поршней, клапанов. Так же, там, для ремонта оборудования, там, кондиционеров, не знаю, холодильников, для того, чтобы посмотреть в каких-то труднодоступных местах. Но у меня ничего такого прям глобального, к сожалению, нету. И поэтому в качестве устройства для экспериментов будет выступать старая материнская плата. Старая, сокет 775. И попробуем на ней посмотреть качество изображения, как это всё дело работает, включается. Ну, вот, видно у нас здесь зонт имеет подсветку. Ну, подсветка, причём, регулируется. Вот, давайте возьмём, попробуем посмотреть вот эта микросхемка. И вот у нас есть плюс-минус, плюс-минус, так, чик, чтобы было видно. Так, это у нас 100% подсветка. И 80%, 60%. И вообще подсветка отсутствует, да. Включим обратно. Вот, подсветка работает таким образом. Далее у нас увеличение. То есть мы можем увеличить изображение в два раза. Так, далее, что это у нас? Непонятно. А, это у нас качество изображения. Это у нас настройка экрана, да. Мой щёк. Поставим нормально. Вот меняется здесь надпись. Normal Reduced Intensive Fit. Так. А, вот, извините, это, ну, да, это связано с экраном. Это у нас настройка контраста. Иногда, я так понимаю, если мы что-нибудь рассматриваем, и под разным освещением будет полезно немножко изменить настройки контраста, для того, чтобы сделать изображение более чётким и читаемым. Вот, и что у нас ещё есть кнопочка вращения 180 градусов. Тык, тык. Тоже иногда можем залезть не под тем углом, и чтобы не сворачиваться, тем более такой возможности может и не быть, удобно воспользоваться кнопкой поворота. И давайте ещё вот эту кнопку попробуем. Это у нас кнопка, которая делает цветное изображение чёрно-белым. Туда и обратно. Хорошо, это мы посмотрели. Давайте попробуем ещё одну микросхемку глянуть. Так. Попробуем без... Конечно, поймать непросто. Ку-ку. Так. Священчик. Ну вот, как-то так, да, можем посмотреть. Тойоп-ти. Так, чтобы и мне было видно, и вам было видно. Под углом. В общем, я немножко не могу поймать угол просмотра, вот. Ну, мне это до начала видео удавалось, да. Просто проблема в том, чтобы это всё... Ну вот, допустим, вот так, видите, да. Мы можем прочитать надпись на микросхеме. Удалось поймать нужный ракурс. Вот ещё, допустим... Так, наверное... Вот. Под таким углом мы видим, да, надписи можно развивать. Ну, в принципе, там, если вам нужно что-нибудь отремонтировать, уточнить какую-нибудь детальку, вполне можно выиспользовать. Это, конечно, не микроскоп, да. Но в целом тоже удобненько. Ну, давайте попробуем провести исследование сокета. Так, что у нас тут? Так, 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 так. Ай-яй. Вот мы смотрим, смотрим на сокет, смотрим на состояние ножек. Вот. И видим, что есть пыль, но ножки в целом все целые. Целые. Вот. Ну, в принципе, вот как-то так оно работает. Качество экрана, в принципе, видно, да. Вет с функционалом тоже я показал. Давайте ещё воспользуемся нашими насадками, да. Покажу, для чего их можно использовать. насадка вот такая, да. Это насадка зеркальца, для того, чтобы просматривать как бы задний фон. Он одевается так, пока в сторону. Одевается это сверху. Таким образом. Чик. И у нас здесь, если присмотреться, есть застёжка, да. Мы одеваем на наш зонт, на эту головку, и защелкиваем, и всё, она будет крепко держаться. Это раз момент. Второй момент, это то, чем я упоминал в начале видео. Это такая ложечка, зацеп, крючок. Одевается он аналогично. И мы можем его использовать, допустим, если у вас выпало кольцо, там обручальное, упало в раковину, и, ну, чтобы не всё не разбирать, можем аккуратно с помощью этого зонда туда залезть, подцепить колечко и вытянуть его обратно. Что ещё? Это у нас насадка магнит. Давайте, вот так вот он работает. Можно использовать для того, чтобы достать тоже с какого-нибудь труднодоступного места какой-нибудь болтик, винтик, тоже может пригодиться. Аналогично всё мы одели. Вот, вот здесь, в этом месте есть даже специальный пазик. Ну, в принципе, можно регулировать, да, можно здесь, можно здесь, но в целом вот здесь лучшее место. Сюда одеваем, защелкиваем и всё, оно крепко держится. Вот такие вот штучки. Вот так вот. Ну, что ж, в принципе, устройство довольно простое. Ещё добавлю, что здесь у нас изготовитель утверждает стоит батарея на 2000 миллиампер, что достаточно много. Также у нас влага защитный, водозащитный этот зонт. Его можно пускать под воду. Такой момент полезный. Экран имеет широкие, довольно широкие углы обзора. тоже хороший плюс. Да. Бам-бам-бам. Что бы ещё такого сказать. В принципе, ну, на этом, наверное, наверное, всё. Больше добавить к устройству нечего. Ну, что ж, так резюмируя, в принципе, довольно простое устройство. Простое, но при этом достаточно полезное. если вы чем-нибудь таким занимаетесь и бывают ситуации, где нужно подлезть, что-нибудь достать, посмотреть в трудно наступных местах, это устройство вам будет полезным и пригодится. Тем более, что оно стоит относительно недорого, не с помощью промокода, но можно купить даже дешевле, чем я, чем все. Ну, на этом, пожалуй, давайте отключим. Power Off наше устройство выключил. Что ж, на этом все. Если вам видео понравилось, было полезным, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего хорошего, до свидания. Игорь Негода.